Пошив одежды, заготовки для первых блюд, плетение маскировочных сетей – лишь небольшой список, ежедневно оказываемой помощью александровцами, участникам спецоперации. Волонтёры стараются расширять свои собственные возможности, перенимая опыт добровольца в других регионах и делясь друг с другом полезными наработками и эффективными практиками. Так уже четыре месяца в Полярном делают сухой душ – гигиенический набор со специальным раствором. Муж Марии без раздумий отправился в зону спецоперации. Помогать супругу девушка решилась так же, моментально. Своими руками вместе с другими неравнодушными александровцами стала создавать изделия, крайне необходимые в полевых условиях. Так удалось перенять опыт коллег из Крыма, которые разработали сухой армейский душ. Со временем к волонтёрам подключились и дети. Технология создания гигиенического набора довольно проста и безопасна. Я считаю, что это очень здорово, потому что мы с вами сейчас здесь развиваем патриотическое воспитание именно у детишек на сегодняшний день. Благодаря нам они понимают, что Родина для них очень важна и то, что делается полезное дело. Я думаю, они в будущем будут любить свою Родину благодаря нам с вами. Как правило, в состав душа входит одноразовое полотенце и губка из агроволокна Дорнит, пропитанная специальным медицинским средством. Общими усилиями, рассказывают волонтёры, за четыре месяца удалось сделать порядка 41 тысячи экземпляров сухого армейского душа. Губку нужно пропитать специальным составом и высушить. Поэтому мы пропитывали, занимали все площади, столы, скамейки, подоконники и сушили. 12 часов проходит, мы их собираем, сушим следующие. Таким образом мы сделали около 900 губок. И тогда мы поняли, что нам нужна большая помощь. Мы обратились к педагогам школы номер один. Сегодня Дима в рядах волонтёров в историко-краеведческом музее Полярного не случайно. Таким образом он посылает свой тёплый привет и оказывает поддержку дяде, который вместе с товарищами прямо сейчас защищает интересы страны. С каким чувством шёл сюда? С чувством гордости и тому, что я смогу кому-то помочь. А что пожелаешь нашим бойцам? Я пожелаю им, чтобы они вернулись домой к своим детям, семьям, к своим мамам, папам. Мы должны помогать нашим военнослужащим и морально, и какими-то материальными вещами. Для того, чтобы воспользоваться уже готовым изделием, необходимо лишь смочить губку 50 мл воды, вспенить руками и нанести на загрязнённые части тела. Смывание водой не требуется. Далее пена насухо вытирается полотенцем, кожа после него не липнет. Набор занимает минимум места при максимальной пользе и практичности.